всем привет меня зовут снежана и рада видеть вас на канале про цветы сегодня поговорим на тему сгнивших корней орхидеи даже не спрашивайте как это произошло у всех бывает у меня вот вообще посмотрите какой прекрасный сорт бабочкой здесь конечно отвалился кусочек но так уж произошло и невероятно жаль но эту красоту мы сейчас отрежем отрежем мы почему потому что у этой орхидейки сгнили корни и необходимо их наращивать давайте вам покажу изначально она уже была проблемная но как говорится мы верили надеялись что она может отцветет потом мы что-нибудь хорошенькое для нее организуем может она нарастит корни но нет не в ее случае все что осталось и как вы понимаете это все гнилые корни что в данном случае нужно делать если есть на цветке цветоносы обязательно их убрать потому что здесь главное крайне мере для меня чтобы орхидея выжила то есть мне одного цветения которое вот уже заканчивается недостаточно и мне нужно чтобы орхидея растения жило дальше я убираю цветоносы потому что они тянут много сил у растений даже такой отцветающий достаю из посадки и обрезаю дезинфицированными у меня ножницами все гнилые корни посмотрите вот это все гнилое это бессмысленно оставлять потихоньку убираю вот на удачу есть даже каких-то два похожих на живые срезаю чуть стволик посмотреть в каком состоянии орхидейка зеленый хороший стволик это уже хорошо но видите листочки уже подвявшие есть такие полосы но как бы ничего страшного мы справимся смотрите-ка давайте посмотрим этот корень он кажется живым но на самом деле вот такой вот гнилой от него я тоже избавились чтобы потом от него не шла гниль к сожалению и получается что наши орхидейки остается один ли корешок но вроде бы он пока живой чуть дальше хочу срезать да здесь тоже зеленые хотя вот вопросики возникали потому что видите какое-то здесь все черное некрасивое если там идет гниль то нужно было бы зачищать я пока что не вижу гнили скорее это остатки корней это будет подгнивающие от них части не всегда такое черное это гниль видите можно очистить могли быть и остатки прошлых листов все здесь поки далее что мы делаем можно подсушить кто-то заморачивается и углем короче чем хотят тем и обрабатывают но скажу вам по секрету если надо орхидеями меньше плясать то в целом тоже может получиться все отлично вот такой у нас пенек остался ну может быть я конечно его еще в перекиси окуну но окуну смысле от этого часть обработать только вот эту но на самом деле хочу показать посадку это все выбрасываем а это у нас делается моховое гнездо и вот так вот я посажу в него орхидейку смочу мох мох это сфагну и вот так она будет мне сидеть и укореняться и здесь нужно терпение и смотрим чтобы тургор не терялся и все с листочками было хорошо со временем корешки начнут расти есть разные способы укоренения но для этой орхидейки я хочу попробовать именно такой потому что у нее как минимум есть один корешочек и листики в целом еще неплохом состоянии да и вот она даже не сбросила цветонос что удивительно да поэтому возможно хочет жить а еще бонусом к этому видео я вам подскажу что такого цветонос особенного растения с бабочкой можно обработать токениновой пастой поставить в тепличку и потом наблюдать как у нас начинают пробиваться почки но это уже в другом плейлисте я кстати сейчас так и сделаю и обработаю и потом у меня будет больше растюшек а вам до скорых встреч всем пока пока